С Гретой Тунберг нужно быть осторожнее. Она уже не ребенок, пишет шведское издание «Экспрессон», посвятившее статью вдумчивому отношению к вопросам экологии. Автор статьи, писательница и специалист по этике Анн Хаберляйн считает высказывания Греты все более высокомерными и агрессивными. Когда в 2018 году Грета Тунберг стала известна в Швеции, она была худощавым подростком с косичками, в желтом дождевике и вязаной шапке. Эта девочка, которая вместо школы устраивала забастовки, вызывала симпатию и даже восхищение. За короткое время она превратилась в феномен не только шведский, но и общемировой. По всему миру молодые люди и не только присоединялись к ее движению «Пятницы ради будущего». С тех пор Тунберг посетила целый ряд встреч на высшем уровне. Пообщалась с бесчисленными политиками. Ее превозносили религиозные лидеры и члены королевских семей. Но Грета Тунберг больше не одинокая 15-летняя школьница с плакатом. Ей скоро 19, и она возглавляет международное движение, влияние которого очень велико. Сейчас самое время перестать делать Грете поблажки. Она уже не ребенок и не рядовая активистка. Теперь Грета Тунберг взрослая, и у нее есть власть. А где власть, там и ответственность. Грета, несомненно, несет особую ответственность. Указывает автор и объясняет. На эту девушку равняются десятки тысяч молодых людей по всему миру. И все, что она произносит, безоговорочно принимается журналистами за истину в последней инстанции. Однако Грета Тунберг утратила чувство реальности. Ее высказывания становятся все более прямолинейными и своенравными. Очевидная опасность заключается в том, что Грета Тунберг усугубляет поляризацию взглядов. И вместо того, чтобы помогать уберечь климат, прокладывает путь авторитарным и антидемократическим методом. Правда ли, что мы живем в эпоху массовых увольнений? Идею о том, что во время пандемии большинство людей меняет место работы или даже профессию, издание Financial Times считает скорее мифом. Обозреватель газеты Вив Гроскоп говорит, что гораздо более ярко проявляет себя другая тенденция. Многие люди благодарны за свою работу больше, чем когда-либо прежде. Если в данный момент у вас есть финансовая стабильность, то вы резко контрастируете с бесчисленными тысячами людей, выбитыми из колеи в экономическом отношении в последние 18 месяцев. Как это часто бывает во время кризисов, во время пандемии, работа для многих из нас была спасением, пишет автор. Кроме того, многие люди испытывают облегчение от того, что корпоративный мир осознал. Работа из дома не только для чудаков и бездельников, заключает автор. Почему мы лжем, что смотрели популярные сериалы, когда на самом деле это не так? Издание Times приводит результаты исследования, проведенного Radio Times. На вопрос, признаетесь ли вы в своей культурной оплошности или солжете, более половины людей предпочли бы сохранить лицо и соврать. Опрос 1300 читателей показал, что 52% лгали о том, что смотрели один из сериалов, о котором все говорят. Возглавляет список телешоу, о которых стыдно не знать. Культовый триллер компании Netflix о сверхъестественных событиях «Очень странные дела». Следующий в списке идет «Игра престолов». Во все тяжкие, который был признан третьим лучшим сериалом 21 века по результатам опроса BBC, также попал в список сериалов, о которых лгут. Редактор Тим Гленфилд советует не бояться признаваться в том, что вы чего-то не смотрели. Практически невозможно посмотреть все, учитывая, какой большой выбор есть в поистине золотой век телевидения, говорит специалист. Кошки разумнее, чем считалось ранее, пишет швейцарское издание Tagis Anzeiger. Один вопрос раскалывает человечество на два непримиримых лагеря, начинает статью автор Вероника Вульф. Трещина проходит сквозь семьи, друзей и отношения. Нет, речь не идет о злосчастном коронавирусе. Вопрос состоит в другом – собака или кошка. Любители собак любят утверждать, что послушная и верная собака – это друг человека. В то время как кошка ведет себя так, будто ничего не происходит. Когда ее хозяин нуждается в близости, она упряма и высокомерна. Проще говоря, ей неинтересны ни хозяин, ни хозяйка. Пишет журналистка и просит закрыть глаза на то, что собаки заставляют своих лучших друзей выходить на улицу по меньшей мере дважды в день в любую погоду. Появилось новое исследование, которое показало – кошка вовсе неравнодушна к своим хозяевам. Она точно знает, где в доме хозяйка находится в любой момент времени, даже если не видит ее. Это выяснила группа японских ученых. Исследование показало, что кошки могут мысленно определять местонахождение своих хозяев по их голосу, сказал в интервью Саха Такаги, один из авторов работы. Эксперт заключил – возможно, у кошек более глубокий разум, чем мы думаем, добавляет Тагис Ансайгер.